МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! Вы смотрите еженедельную православную передачу «Свет миру». Открывает нашу программу рубрика «Епархиальные вести». В ней мы расскажем о том, чем запомнилась вторая неделя Великого Поста в Липецкой Елецкой епархии. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 26 марта в Христорождественском кафедральном соборе Липецка состоялась исповедь духовенства Липецкой и Елецкой епархии. Она традиционно совершается на второй неделе Великого Поста. По благословению высокопресвященнейшего Никона, архиепископа Липецкого и Елецкого, исповедь провел духовник епархии Протеей Николай Немцев. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ После общей молитвы отец Николай напомнил духовенству об огромной ответственности, которая лежит на каждом священнике. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Во время Великого Поста очиститься от грехов стараются не только представители духовенства, но и миряне. Покаяние рождает лёгкость в душе, ведь очищаясь от грехов, человек становится ближе к Богу. С 25 марта по 4 апреля в Липецком институте менеджмента маркетинга и финансов проводятся курсы повышения квалификации учителей предмета ОПК. Мы разработали эту программу «Основы религиозных культур и светской этики». Есть у нас подготовленные преподаватели для этой работы. И, конечно, особую ценность для нас представляет то, что мы совместно проводим с Липецкой и Лецкой епархией. Конечно, я думаю, что это как конечный результат, он будет намного лучше. И для слушателей наших он будет более и, наверное, богаче по своему содержанию. Слушатели курсов познакомятся с догматическим богословием, литургикой, церковной историей и другими дисциплинами. Лекции насельника Задонского Рождества Богородицкого монастыря иеромонаха Гавриила вызывают большой интерес слушателей курсов. Сегодня отец Гавриил рассказывает о главной книге христианина – Библии. «То есть на престоле лежит Левангель. Он настолько важен. Вот эти карманные форматы, карманные Библии, он не совсем хороший, вот в каком смысле. Он удобен, но как бы принижает значение святыни. Он там и ключи, и телефон сотовый, и Библия там в кармане. Получается, как записанная книжка или блокнот. Лучшие преподаватели раскрывают для слушателей курсов красоту и богатство православной культуры. Православная Россия может действительно возродить себя и укрепиться, если наши дети получат наследство, такое богатство, как живая творческая вера. Для этого нужно воодушевлять, зажигать сердца наших учителей и заполнять их светом». По окончании обучения слушатели получат свидетельство о повышении квалификации преподавателя ОПК. В здании воскресной школы Успенского храма города Усмани прошла молодежная конференция на тему «Таинство брака и современный человек». В ней приняли участие духовенство Усманского церковного округа преподавателя и врачи. Поступающие говорили с усманской молодежью о любви, а также о проблемах брака и семьи. «Мужчина должен любить свою жену, как свое собственное тело. Мы же не станем телу своему какого-то зла делать. Наоборот, если заболит у нас рука, мы ее начинаем лечить. Заболит нога, мы ее также лечим. Мы бережем себя, мы моем, кормим себя. И вот так мужчина должен относиться к своей жене, как к своему собственному телу. А жена должна относиться к мужу, как к хозяину, как к господину, который ответственен за ее жизнь, за жизнь детей». Организаторы надеются, что затронутые на конференции вопросы в дальнейшем помогут молодым людям не только не ошибиться при выборе спутника жизни, но и создать крепкую семью. 27 марта настоятель Михаила Архангельского храма из села Селки 1-го Липецкого церковного округа притерей Александр Конотоп осветил детскую школу искусства номер 3 в Новолипецком районе. Инициатором освящения школы стал ее директор Валерий Николаевич Беляев. Полгода назад его, тогда преподавателя, назначили на должность директора. Валерий Николаевич надеется, что с Божьей помощью он сможет выполнять свои обязанности достойно. «Чтобы и коллективу нашему работалось лучше с Божьей помощью, и чтобы у нас ученики лучше учились тоже с Божьей помощью. Ну, я понимаю, что, как говорится, есть такая пословица «на Бога надеясь, а сам не плашай». Вот, поэтому мы все-таки будем и на Бога надеяться, и сами будем работать и учиться, будем стараться, по крайней мере, как можно лучше». Эта музыкальная школа работает уже более 50 лет. В ней дети учатся играть на фортепиано, баяне, аккордеоне, флейте, скрипке и других инструментах. «Каждый звук внятен здесь. Он идет к первой доле. Там учатся четыре, раз, два, три, раз, два, три, раз». Сергей Александрович Хлебас несколько лет назад был учеником этой школы. Уже три года он преподает игру на гитаре. По его мнению, там, где обучают и воспитывают подрастающее поколение, необходимо присутствие священника. Это особенно ощущалось на молебне. «Чувство благодати было, конечно, присутствовало, потому что всегда, когда, скажем, не каждый день к нам батюшка приходит в школу, вот, и нам этого очень даже не хватало. Наш промысел, скажем так, не только научить ребенка играть на каком-то определенном инструменте, а научить чувствовать этот мир не просто, да, какие-то органы, которые нам даны Богом, да, а просто еще душой». «Благословия защищается в музыкальной школе все проблемы достижения во имя Отца и Сына и Святого Духа». После освящения музыкальной школы отец Александр обратился к собравшимся преподавателям с пастырским словом, в котором призвал их сохранять в коллективе мир и во всем уповать на Господа. «В последнее время мы освящаем многие помещения, больницы, школы, поликлиники. Вот сегодняшний день мы освящаем здание музыкальной школы для того, чтобы благодать Божия, или, правильно сказать, с благодатью Божией, люди подходили к этому творческому делу, и, в общем-то, к любому делу в своей жизни». Чин освящения помещения можно назвать также благословением, ведь в нем призывается благодать Божия на всех тех, кто находится в этом помещении, будь это музыкальная школа, больница или обычная квартира. К любому благословению, как дару Господа, нужно относиться бережно, чтобы самому не стать причиной утраты благодати. Задонский Рождество Богородицкий мужской монастырь своими подвигами прославил не только святитель Тихон. Письма задонского затворника Георгия простыми словами рассказывают о православной вере. В рубрике «Молитвенники нашего края» смотрите репортаж о жизни этого угодника Божия. Будущий задонский затворник родился в 1789 году в Вологде в благочестивой семье дворянина Алексея Машурина. Георгий никогда не видел своего отца. Того убили разбойники, когда мать Георгия была им беременна. Анна Машурина во всем уповала на Бога, не таила злости и обиды и все переносила со смирением, передав эти качества детям. В 18 лет с благословения матери Георгий вступил на военную службу и за 11 лет служения сумел сохранить смирение и любовь к Богу и людям. У него было правило свое молитвенное, уже тогда он читал его. Тогда он молился. И вот эта сосредоточенность на духовной жизни, и тогда уже это отличали. В сентябре 1818 года, накануне праздника Рождества Пресвятой Богородицы, Георгий Машурин прибыл в Задонский Богородицкий монастырь и стал послушником этой обители. Он совершенно отказался от дворянской жизни, сменив офицерскую форму, на одежду нищего. Он не хотел в наш Задонский монастырь, он хотел или в Соловецкий, или на Валаам, куда-то туда. То есть сразу какое-то у него такое было устроение, что-то взять такое, ну, суровый климат, суровые условия, такая жизнь. Вот, но потом он решил, что у него есть в записках, что это я так думаю, что мне хорошо, а Господь может быть по-другому о мне промышляет. В монастыре бывший дворянин удивил братью своим послушанием и кротостью. Он постоянно трудился, помогал бедным. В храме Георгий ни с кем не вступал в разговор, постоянно помню о том, что находится в Доме Божьем. Внутреннее горение Георгия перед Господом возрастало по мере того, как сужались границы внешнего мира. Меньше года Георгий пробыл в послушании и по благословению правящего архиерея затворился в самой худшей келье монастыря. Мы находимся за Владимирским собором, за алтарной частью. Вот, мы думаем, что здесь, предположительно, здесь была келья затворника Георгия, не знаю, первая или вторая. Вот так говорят, что была келья, стояла его вокруг, был сад фруктовый. Неудобства, которые Георгий претерпевал, проживая в этой келье, показывали ему, насколько немощно и несовершенно наше тело. Он следовал путем Господа, осуществляя заповеди Христа в своей жизни. Ну, как вот сын говорит отцу, я хочу быть, как ты. Вот, и для отца, конечно, вот эти слова, что когда ему сын скажет, я хочу быть, кем ты хочешь быть. Я хочу быть, как ты, там, допустим, шофером или там еще кем-то. И для отца это, конечно, ну, как такое сердце, конечно, и нежность, и любовь. Ему захочется как-то сына своего помочь ему. Также, видимо, и Господь, когда он видит, что человек берет крест, вот, и идет, как он терпит все, то для него Господь старается, ну, как он изливает свою любовь как-то особенно. Известно, что Георгий был пострижен в монахе с именем Стратоник. Это имя было написано на надгробной плите затворника. Своим монашеским именем он никогда не подписывался. Очень почитал великомученика Георгия Победоносца, покровительство которого было предсказано подвижнику за три года до его рождения. Еще до рождения его маме было видение, был такой сон. Она видела, что ей явился священник, который в руках держал иконочку Георгия Победоносца и сказал, что он ее благословил этой иконой. Он сказал во имя Отца и Сына Ситага Духа, вот, у тебя родится сын, ты наречешь его именем Георгий. И он дал ей иконочку Георгия Победоносца. Она назвала его Георгием, и, видимо, он всю жизнь очень чувствовал его помощь и очень его любил, сам ему составил молитву. Несмотря на затвор, жизнь Георгия не была абсолютно закрыта для людей. У него были свои ученики. Многие обращались к нему за советом, как к человеку с богатым духовным опытом. Перед революцией хотели его, уже шел разговор о канонизации, вот, но не успели. Вот как она вся жизнь его была, и монашество, видите, у него было тайное. Жизнь у него была в затворе, тайное. И сейчас опять, как бы, Господь так его, как бы, хранит, хранит. Опять, как бы, он так вот закрытый, как бы, в затворе в таком. За молитвенной помощью в Задонским старцам в обитель сейчас приезжают люди с разных уголков нашей страны. Есть среди Задонских старцев и имя Георгия Затворника. Мы стоим рядышком с гробницей Задонские старцы. Вот здесь перечислены их имена. Первоначально они были похоронены не здесь, в другом месте. Вот. Сейчас здесь они все вместе, как они, может быть, и все вместе у Господа, так они и здесь. Находясь в затворе, Георгий вел переписку с самыми разными людьми. Эти письма впоследствии были опубликованы его келейником Порфирием. Письма в бозе почившего Затворника Задонского Богородицкого монастыря Георгия Машурина, впервые изданные в 1839 году, стали настольной книгой святителя Игнатия Брянчанинова, Николая Гоголя и других образованных людей того времени. В письмах Георгий предстоит нам образованнейшим, глубоким и живым человеком. По ним сложно догадаться, что их автор провел в затворе 17 лет. Его душа словно бы жила отдельно от заключенного в тесную келью тела, и она горела любовью ко Господу, до конца шла путем своего Творца. 31 марта церковь прославляет святителя Григория Паламо. Он учил, что за подвиг поста и молитвы Господь озаряет верующих благодатным светом, каким сиял он на горе Фавор. День памяти этого святого венчает вторую неделю Великого Поста. О других датах церковного календаря смотрите далее. 1 апреля, в понедельник, чтится Смоленская икона Божьей Матери, именуемая Умиление. Эта икона находилась в лагере русских войск воеводы Шейна, удерживавших в течение 20 месяцев польских захватчиков от разграбления Смоленска. 3 апреля, в среду, чтится преподобный Серафим Вырицкий. Под руководством опытных духовных наставников он 40 лет готовился к монашеской жизни. В годы гоняний на церковь он принял монашеский постриг. За 6 лет он прошел путь от послушника Пономаря до духовника и иерархов Русской Православной Церкви. Память преподобного Никона, игумена Киево-Печерской обители, празднуется в пятницу 5 апреля. Святой был первым учеником и с подвижником преподобного Антония, основателя Киево-Печерской обители. Преподобный Никон много потрудился, чтобы украсить обитель иконным писанием и мозаикой. В честь этого подвижника был подстрижен в монахи правящий архиерей нашей епархии архиепископ Никон. Духовным песнопением «Черток твой» представлена сегодня рубрика «Тебе поем». Поет смешанный хор Вознесенского собора города Ельца, регент Мария Романова. Песня «Черток твой» 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» На этом наша передача подошла к концу. В эти Великопостные дни мы желаем вам терпения, духовных и телесных сил. До свидания! Субтитры подогнал «Симон»